И только самый-самый преданный подписчик успеет поставить лайк левой ручкой за 3 секунды, я посчитаю. Раз, два, три. Кто поставил лайк, тому большое-большое спасибо. Всем привет, ребят, с вами как всегда, Алплей, и мы продолжаем играть в мобильные игры. Ну что ж, ребятки, давайте начнем сегодня играть с игрушки Skyroller. Мы с вами в этой игре должны будем, получается, что обходить всевозможные ловушки. Видите, вот мы с вами должны будем ножки сдвигать и раздвигать для того, чтобы обходить вот эти вот все препятствия. Если все препятствия нами будут пройдены, мы с вами, соответственно, ну если ни во что не врезаемся, соответственно, уровень проходим. Если же во что-то будем врезаться, придется нам начинать все заново. И после того, когда мы с вами доходим до финиша, можем мы с вами, получается, что зарабатывать какое-то определенное количество геймасиков. Тут у нас не монетки, тут у нас геймасики. Ну первые уровни будут, даунки тоже простенькие, в дальнейшем будет посложнее, ребят. Так, у нас тут с вами уже сколько? Плюс 25 кристалликов. Мы с вами имеем 25 кристалликов за предыдущий уровень и 25 кристалликов за этот уровень, то есть уже 50. А у нас тут есть магазин, и мы тут с вами можем выбрать себе случайные скины за 150 кристалликов. И можем выбрать случайные скины этих коньков тоже за 150 кристалликов. То есть как минимум 150 кристалликов нам нужно подобрать. И тогда бы мы с вами, друзья, успели бы что-то подобрать прикольненькое. Либо это был бы новый скинчик, либо были бы это новые коньки. Так, тут осторожно, нужно это все так вот проходить, все вот эти вот препятствия, чтобы, к сожалению, не упасть вниз. У нас еще 75 кристалликов. Ой, вернее, у нас еще 25 кристалликов, и того у нас их уже 75. Еще пару миссий. Я думаю, что мы с вами прикупим либо новый скинчик, либо, ребята, мы с вами попробуем прикупить себе новые, наверное, коньки все-таки. Ну, короче, глянем. Либо новый скин, либо новые коньки. Тут мы с вами сейчас побольше кристалликов сумеем заработать. Один, по-моему, я только лишь пропустил. Можно было 60 собрать кристалликов, а я собрал только 59. Так, хорошо, двигаемся еще дальше. У нас уже сколько сейчас будет? 134. То есть еще один уровень нам нужно пройти, ребята, и все. И мы с вами наконец-таки сможем себе новый скинчик прикупить. Я думаю, что все-таки, наверное, нам, ребята, новый скинчик надо прикупить, а не новые коньки. Тут еще парочку мы с вами подберем кристалликов по дороге. Это хорошо. Так, осторожно, не врезаться. И вот я первый раз в этой игрушке, ребята, врезался. Ну вот бывает такое, что все равно врезаешься. Сейчас мы с вами постараемся пройти все-таки без потерь эту игру, чтобы ни разу не врезаться, эту миссию. Но нужно осторожно. Видите, тут у нас очень-очень такие, блин, опять врезался что ли? Я старался, ребята, чтобы мы с вами по бокам не залетели, да? То есть по центру поближе пройти. Нужно было, наверное, все-таки вот эти вот ножки подальше раздвигать, для того, чтобы можно было пройти все эти препятствия. Так, сейчас еще пару кристалликов. И здесь вот мы с вами... Блин, да что ж ты будешь делать? Не могу этот уровень никак пройти. Жестяк, уже три раза врезался. То либо сильно мы с вами вот эти вот скейты, ролики со скейтом раздвинем, либо, наоборот, мало. И невозможно вот это вот препятствие никак нам пройти. А ну, о, наконец-таки. Ху, ребятки. Эту миссию, возможно, мы с вами сейчас и пройдем уже. Так, еще тут пару кристалликов. Нам нужно подобрать! Осторожно! Тут уже сложнее. Ничего себе, вот эти вот дорожки у нас, получается, расходятся и сходятся. Ё-моё! Так, ну, эта миссия, я думаю, что будет пройдена сейчас. Ху, да, наконец-таки мы с вами эту миссию прошли. Была довольно-таки сложная, но все у нас получилось. Ну что ж, теперь давайте мы с вами прикупим новый скинчик. Как раз-таки, я думаю, нам должно хватить монеток и этих вот кристалликов. Так, открываем мы с вами новый скинчик. И это у нас будет скинчик. О, глядите, какие прикольные коньки! Ё-моё! Мы с вами прикупили, глядите, какие салатовые конечки! Ого! А что они делают? Прикольненько! Ну, в принципе, у нас особо ничего не меняется, просто сам цвет коньков поменялся. Круто! Вообще нереально круто! Ладненько! Наверное, нам нужно будет накопить побольше еще кристалликов для того, чтобы все-таки еще скин человечка прикупить. Потому что скин коньков мы с вами уже новый прикупили, а вот скин человечка пока что, к сожалению, еще нет. Но я думаю, что нам недолго еще ждать. Нам нужно еще будет где-то миссии 3-4 пройти, и мы с вами успеем накопить еще на новый скинчик и обязательно его откроем. Импостер! А так, следующая наша с вами игрушка. И тут мы с вами должны уничтожать всех вот этих вот импостеров красных. И должны мы с вами за синий скинчик уничтожать абсолютно всех. Угу! Когда мы с вами не двигаемся, то превращаемся в кактус! О, прикольненько! Вообще круто! Ладно, давайте попробуем пройти дальше. Еще несколько миссий пройти. Тут интересно в каждой миссии, если мы с вами не будем двигаться, то будем превращаться в кактус. Или же нет? Сейчас, короче, посмотрим. Еще несколько миссий пройдем. У нас получается, что еще через одну либо через две миссии будет сражение с боссом. Мы с вами должны будем этого босса гасить. Тут уничтожаем красные скинчики и освобождаем наших вот этих вот синих братьев, да? У нашего с вами вот этого суперкрутого космонавта есть еще синие братья, которых нужно освободить. Мы с вами их тоже освободили. Еще один уровень прошли. Нормально. Я думаю, что еще где-то два уровня, наверное, и мы будем уже с боссом сражаться по ходу, да? Сейчас, короче, посмотрим. Или два, или даже вообще один уровень, и будет у нас сражение с боссом. Так, этого вот мы с вами красного завалим, еще одного красного завалим, синенького освобождаем. Пока неплохо все у нас тут получается. Так, осторожно обходим это все, уничтожаем еще одного красного. Блин, ребята, эта игрушка, короче, обновилась и стала очень прикольная графика тут. Когда-то мы с вами просто должны были, ну, просто зайти на этого вражеского космонавта, и он погибал. А здесь уже наш с вами космонавт прям мечом его гасит. Это реально круто. Так, ладно, сейчас еще мы с вами пару миссий. Давайте пройдем эту, и, возможно, еще одну, для того, чтобы уже встретиться с боссом. Сегодня я хочу хотя бы одного босса тут уничтожить. Я надеюсь, у меня это все получится. Так, красного одного в другого третьего. Всех красных завалили, всех синих освободили. Продвигаемся вперед. Сейчас посмотрим, будет ли у нас теперь уже босс, или еще нам нужно мечу одну пройти, чтобы с боссом уже встретиться. Так, смотрим. Ой, еще есть возможность нам вот такой вот прикольный скинчик получить. Давайте мы с вами вот так вот три откроем коробочки. К сожалению, только кристаллики нам подбросили. У нас уже есть больше тысячи кристалликов. И вот первый босс, с которым мы с вами будем, ребята, сражаться. Это будет жестко. Это будет очень и очень жестко, но я надеюсь, что у нас все получится. Так, нам нужно вот так вот обойти. Блин, он еще и стреляет какими-то гранатами. Чем это он стреляет? Нет, это не гранаты, ребята. Это, короче, патроны. Представляете, он стреляет, короче, патронами. Жесть. И одного синего скинчика мы с вами уже потеряли. Трындец, просто трындец, ребята. Так, на тебе штрих. Уничтожим мы его или нет? Нет, еще разочек, походу, нам нужно будет до него дойти. И еще разочек в него врезаться, пока он нас не видит. Так, на тебе еще разочек. И уничтожили, ребята. Первого самого босса в данной игрушке мы с вами уничтожили. И заработали 217 гемов. Следующая наша с вами игра, ребята, называется уже Локи Крафт. Первая часть. И мы тут с вами продолжаем выживание на Скай Блоке. И вот, наконец-таки, ребята, я тут уже наспавнил несколько местных жителей, которые вместе с нами тут будут жить, поживать и добра наживать. У нас тут есть, или вернее, изначально был простой Скай Блок. Мы с вами его потихонечку, потихонечку вот так вот разрабатывали. Он у нас разрастался, разрастался. И вот, пожалуйста, что сейчас у меня есть. Во-первых, есть уже деревня практически полноценная. Тут я также, помимо вот этих вот всех домиков, уже поставил две вот таких вот вышки сторожевых. И тут вот у нас уже тоже есть первая грядка. В этой грядке мы с вами сумеем уже собирать морковку и пшеницу. То есть вот эта вот еда у нас скоро совсем вырастет. И либо мы, либо наши местные жители будут это все обрабатывать. Есть у нас тут две таких вот прикольных сторожевых вышки, которые мы с вами тоже в предыдущий раз уже построили. И с этих вот вышек у нас очень хороший обзорчик. Видите, то есть вся наша деревня, вся наша вот эта вот местность очень хорошо просматривается. Мы с вами, конечно же, будем, наверное, в дальнейшем, когда тут будут спавниться злые монстры, они будут спавниться по ночам, как ни крути. Должны будем наших местных жителей защищать. Ну и также, ребята, у меня есть уже мой самый-самый крутой, самый-самый первый домик, который я построил. Вот он. Не хватает тут буквально несколько штрихов, потому что он уже практически до конца построен, только не хватает еще несколько блоков стекла. Вот видите, нам нужно будет с вами поставить еще окна вот спереди и с левой стороны, и домик наш будет готов. Мы с вами тогда сможем сюда заезжать, перетаскивать сюда все наши ресурсы, которые тут есть. Кстати, где-то у меня тут блоки стекла уже создались. Да, вот у меня 13 блоков стекла уже создались. Этого как раз и должно хватить для того, чтобы доделать до конца, ребята, наш с вами этот уже домик. Давайте, наверное, мы его все-таки до конца уже достроим, потому что когда начнется ночь и будут спавниться монстры, то мы с вами будем в безопасности в нашем домике. Так, доделали до конца, и вуаля, все, ребята, видите, все тут у нас хорошо осветлено. Тут у нас довольно-таки обширная такая территория. Я поставил даже двойные двери, чтобы мы с вами удобно могли заходить и выходить с нашего домика. Нужно будет еще тут несколько плит поставить для того, чтобы просто-напросто не открывать эти двери, а чтобы они сами открывались. Но мы с вами, я думаю, что это попозже все сделаем. Наши местные жители к нам как раз-таки могут заходить. Чтобы они к нам не заходили, нам нужны будут с вами железные двери. Потом никто сюда не сможет заходить, ни наши местные жители, никто. Но, возможно, тоже попозже я это сделаю, пока что только деревянные. Ну и вот у меня тут есть, ребята, портал ВАД. Там у меня есть несколько спаунеров, где я уничтожаю зомби и пауков и добываю ресурсы. Ну и, конечно же, есть у меня вот такой вот прикольный огородик, с которого все и началось. Тут у меня получается, что все ресурсы, которые есть как раз-таки, с этого огородика и начались. Есть тут у меня и пшеница, и морковка, и, по-моему, картошка даже была. Или мы с вами картошку... Да, вот видите, есть у меня тут несколько кустиков картошки, но я пока что ее не собирал. Я думаю, что где-то все вот это вот пособираю, все, что у меня тут растет. Тоже, наверное, все деревья уже тоже посрубливаю. И заново насажу новых саженцев деревьям, новых насажу саженцев вот эти вот картошки, морковки и пшеницы. И мы с вами вот тут вот сделаем тоже побольше еще грядочек. Тут также я планирую развести еще животных тоже побольше. Нам с вами нужно будет тут сделать несколько таких небольших загончиков, и тут у нас будут жить животные. Мы с вами сможем иметь тут и животных, и будет у нас тут грядки. Ну и, конечно же, нужно будет нам тут сделать хотя бы одного железного голема, для того, чтобы он защищал наших местных жителей. А вот смотрите, тут уже один местный житель, видите, полностью начинает собирать вот эту вот пшеницу, которая созрела. А, блин, ребята, давайте мы хотя бы с вами картошку соберем, а то он реально сейчас пособирает всю вот эту вот пшеницу, и мы с вами... Так, и мы с вами не успеем ничего собрать. Мы с вами потом не успеем ничего посадить, потому что местный житель, когда полностью вот это вот все собирает, видите, он заново насаживает свое. То есть он пособирал пшеницу, и сейчас просто-напросто что-то тут начинает уже насаживать. Ах ты ж негодячи какой! Я же вам специально там сделал отдельно грядку, для того, чтобы вы ее обрабатывали. Глядите, что у нас тут получается. Местные жители добрались до моей грядки, и сейчас пытаются мою грядку тут обрабатывать. Так, давайте мы с вами еще обработаем вот эту, наверное, один блок. Что, засадишь его тоже пшеницей? Ух, ничего себе, глядите, реально, он и этот блок тоже засадил пшеницей. Короче, нам нужно будет тут сделать уже полноценную стену, наверное, и тоже вставить железные двери, чтобы местные жители за территорию деревни не выходили. Чтобы мы с вами могли выходить тут, собирать наши фрукты, овощи, древесинку и все остальное. А они чтобы находились только на территории вот этой вот деревни. И тут себе на территории деревни могли вот, к примеру, вот эту вот саженцы все собирать. Я думаю, что я тут им нормально насажу еще вот этих вот различных грядок, и они тут будут подбирать себе картошку, морковку и все, что захотят. Ну, а мы с вами, конечно, сможем заходить в наш собственный домик и сможем тут в дальнейшем выживать. Я думаю, что я тут, наверное, все-таки еще отправлюсь в ад. В следующий раз попробую добыть несколько золотых слитков, и мы с вами начнем уже делать золотую морковку и золотые яблоки. Наша с вами следующая игра будет Red Ball. Красный шарик 4, и мы тут с вами начинаем проходить вторую локацию. Тут нам нужно будет подбирать как можно больше звездочек, отгадывать тоже всевозможные различные загадки и постараться добраться до конца, до финиша. Так, что нам с вами тут нужно сделать? Наверное, уничтожить вот этот вот злой квадратик. Теперь с помощью вот этого вот пенька нам нужно будет набраться вот сюда вот наверх. Мы с вами забрались наверх, перепрыгнули здоровенный-здоровенный пень, и вуаля, одна миссия у нас, можно сказать, что пройдена. Я очень давно уже не играл, ребятки, в красный шарик, поэтому немножко, наверное, подзабыл, как тут им нормально управлять. Но вроде как пока справляемся, ничего пока мы с вами не потеряли, ни одну жизнь не потеряли, все жизни у нас сохранены. Так, а тут нам нужно будет, наверное, вот этих вот злых квадратиков уничтожить, одного-второго, тоже отлично, победили мы их с вами. Так, еще несколько звездочек тоже подобрали, и обратно продвигаемся вперед, хорошо. Так, а тут у нас что такое? Тут у нас злой-перезлой квадратик, тут даже он не один, тут их обратно два. Так, мы с вами, ой, частично потеряли здоровье, но ничего страшного, сейчас я одного завалю. Еще один вот этот вот злой квадратик обратно ко мне подойдет, я его тоже завалю, отлично. Отлично, освобождаем, в принципе, путь, нажимаем на кнопочку, у нас вверху освобождаются ворота, открываются эти ворота, и мы сейчас с вами через эти вот ворота постараемся выбраться вперед. Ух, отлично, все получилось, собираемся, звездочки, подпрыгиваем вперед, уничтожаем. Блин, ребята, смотрите, я кого не уничтожил. Мне нужно было сейчас уничтожить, айо-майо, нужно было уничтожить вот этот вот злой квадратик, я его просто столкнул в воду, и он погиб. Но мне, наверное, все-таки нужно было не сталкивать его в воду, мне нужно, наверное, ребята, было все-таки его, мне кажется, запрыгнуть на него, да, и он бы тогда железно погиб бы. Так, нам тут сейчас новая прикольная миссия, нам нужно вот так вот быстренько толкать вот этот вот блок, вот этот вот круглячок для того, чтобы добраться. Смотрите, вот этот вот круглячок, который мы с вами скинули, его пила, короче, разрезала, но мы с вами спаслись, это хорошо. Хорошо, так, и, к сожалению, первый раз мы с вами погибаем, потому что как только начался уровень, мы с вами налетели на вот этот вот злой-призлой квадратик. Так, тут у нас уже посложнее миссии пошли, видите, с каждым новым уровнем у нас все сложнее и сложнее миссии. Подвесные мостики тут у нас всякие уже нарисовались, вот у нас тут и какие-то ниндзи, кубики, ничегошеньки себе, ниндзя-кубик. Так, сколько раз тебя ударить нужно? Два раза мы с вами вот этого ниндзя-кубика уничтожаем, ударяем, и он погибает, это тоже неплохо. Так, а как нам вперед сюда залезть? Так, нужно, я так понимаю, нажать вот эту вот красную кнопочку, которая вверху, а для этого уничтожить один квадратик, собрать звездочку, уничтожить. Сейчас тоже нам нужно будет с вами второй квадратик, и просто-напросто подпрыгиваем, эту кнопочку мы с вами нажимаем, и все что ли? Да, ребятки, все довольно-таки простенько у нас тут получается, отлично. Ну что ж, давайте, наверное, еще где-то уровень мы с вами один тоже попробуем пройти, надеюсь, у нас все получится. И сейчас еще квадратик один загасили. Так, а тут что? Тут нам нужно вот этот вот наш бы... Ай-яй-яй-яй-яй, ребят, не так-то просто оказывается нам вот этот вот круглячок, вот этот вот бревнышко перетащить вперед. Но я надеюсь, что сейчас у нас все получится с разгончику. О, отлично. Так, с разгончику мы перетащили это бревнышко. С помощью этого бревнышка мы с вами поднимаемся вперед. Так, тут нам нужно будет выдвинуть вот этот вот жезл. Собираем еще звездочку одну, уничтожаем еще квадратик один, и вуаля, очередная миссия пройдена. Ладно, ребятки, если нравится игрушка, это ставьте лайкусик, я продолжу в нее играть. Наша с вами будет следующая игра, это классический ОМОН-класс. Поиграем на сервере, где у нас может быть два импостера, два предателя. Так, смотрим, есть ли у нас мусор. Мусора, к сожалению, у нас нету. Смотрим тогда, есть ли у меня скан. Выключили свет уже, это печально. Скана тоже, к сожалению, нету. Значит, мы с вами, знаете, что будем делать. Нам нужно будет выполнять задание и стараться находить импостеров. Сейчас я пойду на камеры и посмотрю, кто тут, короче, на камерах может кого-нибудь завалит. Желтенький на камерах показался, но он никого не тронул. И его вроде никто не тронул. Зеленый с красным разминулись, тоже никто никого не тронул. Возможно, они не импостеры, не зеленый и не красный. Пока мы с вами никого не обнаружили, то есть никто здесь никого не побил. Да, вот к нам черный подбежал. Блин, ребята, нам нужно посмотреть, что будет делать черный. И вот этот вот, это какой цвет? Голубенький. Черный с голубеньким, короче, на камерах там тусили. Но пока, ребятки, непонятно, уничтожил кто-то из них кого-то или же нет. Черный убежал. За ним пробежал этот голубенький, но никто никого пока не трогает. Так, это что у нас такое? Тут у нас голубенький выполняет задание. Тут у нас нет черного. Блин, а кто же может быть импостер? Капец, все ребята шифруются. Непонятно, кто из них импостер. Красный нажал уже на кнопочку рупора. Возможно, он что-то видел. Давайте сейчас мы с вами посмотрим, что он там будет писать. Троих человек у нас тут уже нету. Осталось 7 человек. И, скорее всего, что 2 импостера осталось. То есть он зим. Он говорит, ребята, что это вот этот вот желтый, да? Ай, и он говорит, что это желтый. И вот этот вот, ребята, голубенький, говорит, что это желтый. Ладненько, давайте мы тогда с вами постараемся выкинуть вот этого он зима желтого. Надеюсь, мы с вами не ошиблись. Так, у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 человек. Если он зима выкидываем, и он импостер, остаются 6 человек. Из них только один единственный импостер может быть. Поэтому мы с вами, друзья, возможно, даже победим за простых мирных космонавтов. Так, сейчас посмотрим, как этот он зим проголосует. Он тут пишет, что это ложь, что его оговорили. Он говорит, ребята, что... Он говорит, покойся с миром. И против кого проголосовал? Он проголосовал и фиолетовый, против красного. Ребята, значит, вторым импостером может быть фиолетовый. Если этот желтый фиолетовый, то второй импостер... А он не был предателем! Ёлки-палки, ребята! А кто же... Кто же тогда у нас предатель-то, а? Красный и вот этот вот, ребята, голубой, сказали, что это желтый, но желтый предателем не был. Ё-моё, кто же предатель-то? Это трындец, ребята. Я уж подумал, если честно, что все-таки они видели кого-то, но они, наверное, на обум написали, что это он. Или что? Ладно, давайте здесь вот тоже походим. Тут красный с этим вот голубеньким разминулись. Но никто никого не тронул. Мы с вами, наверное, задание выполнять не будем. Мне нужно все-таки стараться где-то бегать по карте и стараться вычислить хотя бы этого одного импостера. Тут один-единственный он остался. Если мы с вами его вычислим, будет круто. Сейчас бы нам с вами заметить, чтобы кто-нибудь кого-нибудь завалил-то на камерах. Или при нас кто-нибудь в люк залез. И все, тогда можно было бы голосовать против него, и мы бы с вами победили. Так, что-то у нас Аманкас поддергивается. До этого все у нас было нормально. Это что-то он начинает поддергиваться. Так, тут у нас белый стоит. Тут у нас никогошеньки нету. Блин, кто же импостер еще один-то, а? Да, очень интересно, ребята. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Так, черный, голубенький и красный там побежали. Нужно нам сейчас срочно отключить саботаж. Так, тут фиолетовый, наверное, его сейчас отключат. Надеюсь, если и не отключат, там фиолетовый, значит он импостер. Так, там фиолетовый, наверное, отключат. Да, фиолетовый там отключил. А тут сейчас... Нет, это не... Ребята, фиолетовый не хочет отключать. Скорее всего, что второй импостер это фиолетовый. А может и нет. Красный у нас, наверное, через люк хотел залезть или что? Ну, кто же импостер, чуваки? Кто же импостер? Ладно, давайте пойдем, наверное, выполнять потихонечку задание. Потому что я, если честно, пока что не догадываюсь, кто может быть импостер. Вот мы с вами и обнаружили тело. Но кто это был? Так, это, скорее всего, ребята, что был точно не красный. Возможно, это был, ребята, черный. Давайте мы с вами напишем, что это черный. Кстати, как он называется, этот черный? Он называется... А вот тут уже кто-то проголосовал. Смейл что? Манушоу. Манушоу белый. Красный говорит, что это белый. А голубой говорит, что это фиолетовый. Но фиолетового завалили. Так, ну что, ребята, будем... Я думал голосовать либо против белого, либо против черного. Давайте, наверное, против белого проголосуем. Не знаю, правильно или неправильно я сделал. Так, сколько голосов против белого набирается? Против белого три голоса. Белого выкидывают. И остается четыре чувака. Так, белый импостер или же нет? Не был предателем. Нет, ребята, он был простым мирным. Один предатель все равно тут остался. Возможно, это как раз-таки вот этот вот красный, который и мутит воду. Блин, ребят, неужели это красный? Если это красный, то это будет трындец. Просто трындец. Красный там с голубым побежали вместе. Смотрим. Ну же, ну же, ну же. Красный с голубым вместе побежали. И кто кого завалил? Пока никто никого не завалил. Выключили свет просто-напросто. Если сейчас, ребята, я пойду включать свет, то, возможно, меня как раз-таки уничтожат. Я очень не хочу, чтобы меня уничтожили. Но выхода нет, ребята. Если мы сейчас с вами не включим свет, то нас точно завалят, потому что вообще ничего тут не видно. Либо сейчас я попробую на камерах посмотреть. Может кто-то кого-то тогда уничтожит. Тут я вижу черный тусит. Черный не идет включать свет. И возле него голубенький и красный. Они все три. Ребята, они все три вместе бегают. Значит, давайте мы с вами сейчас пойдем и включим свет. Это хорошо, что они там все три бегают. Значит, тут никого не должно быть. Так, включаем мы тогда с вами свет по обырику. Отлично. Свет включился. И тут у нас как раз-таки этих три чувака не вместе бегают. Непонятно, кто из них может быть импостер. Так, ну кто из вас, чуваки, импостер? Ну, признавайтесь-то, а? Блин, кто же импостер-то, а? Кто же импостер? Сейчас мы с вами... Так, нажал на кнопочку рупора голубенький. И что он будет делать? Против кого он будет дружить? Если он сейчас напишет, что это я импостер, это будет очень-очень интересно. Так, кто? Я думаю, ребята, что это, наверное, красный. Он уже два раза выкидывал нормального чувака. Давайте мы с вами попробуем выгнуть вот этого чувака. Красного, да? Так, я уже проголосовал. Нет, я еще не голосовал. Давайте проголосуем против красного. Два голоса против черного. И против красного один, и против голубого один. Так, ну что, ты импостер черный или все-таки красный? Был одним из предателей! Ребята, оказывается, мы с вами первый раз, когда хотели голосовать за черного, не ошибались. Потому что черный как раз-таки и был вторым импостером. Ну, а сейчас давайте поиграем в Бравл Старс, в парных столкновениях. И здесь мы с вами поиграем с помощью... Ну, не с помощью, а за бойца Бо. Так, ладно, Спраут и Боец Бо будут сражаться сейчас против врагов. Пока что лутаем мы сундучки Спраутом, своим союзником. Уже два сундучка мы с вами лутанули. Сейчас попробуем еще несколько сундучков лутануть. И тут вот у нас, ребята, смотрите, что сейчас можно будет подобрать. Тут у нас вот этот вот энергетический коктейльчик. Привет, моя маленькая радость. И это наша маленькая Роза, которую сейчас мы с вами обязаны, просто обязаны уничтожить. Блин, ребята, я подбил или не подбил ее? Блин, да что ж ты будешь делать? Так, нам нужно срочно убегаем! Ребята, быстренько убегаем, а то сейчас нас могут еще и завалить. Да что ж ты будешь делать? А где моя союзница? Или союзник Спраут? Отличненько. Мой маленький Спраут. Давай мы с тобой попробуем уничтожить вот этого вот вражескую ниту. Так, чувак, тебе, короче, трындец и кольту, и нити тоже трындец. Хорошо, мы с вами сейчас попробуем закинуть нашу ульту и уничтожить, ребята, еще. Блин, да что ж ты делаешь? Ё-моё, ребятки, получается, что Спраут сам меня чуть было не завалил. О, капец. Если бы не моя ульта, то мы бы еще могли проиграть. Меня Спраут, получается, в ловушку закинул. Я просто-напросто не смог выбраться с этой ловушки. Чуть было еще и ласта не склеил. Но благо все, короче, получилось, и мы с вами отстояли, можно сказать, что первое место взяли, благодаря моей ульте. Так, еще разочек, давайте сыграем еще одну каточку. Обратно же играем с вами за бойца Бо. На этот раз у нас, ну, на этот раз у нас другой союзник. Посмотрим, как он себя проявит. Тоже лутаем пока что сундучки, которые тут возле нас прямо находятся. Отлично. Смотрим, что тут и где еще можно забрать. О, вот у нас тут Пенни. Так, Пенни мы с вами завалили. Там у нас еще, по-моему, кто это был, ребята? Это у нас был, оказывается, Тик, да? Так, ну что ж ты, мой маленький Тик. Так, сейчас мы этого Тика, наверное, тоже с вами еще малеха, ребята, подобьем. Отлично, Тика подбили. И одну команду полностью мы уничтожили. Сейчас я заберу вот этот вот еще энергетический коктейльчик. И мы тут с вами остальных добьем еще. Здравствуй, моя маленькая радость. Ульту мы с вами сейчас закинем. Так, еще сейчас один коктейльчик мы с вами подбираем. Погнали. И тут вот у нас кто? Тут у нас Пока, которого мы с вами тоже добили. Здесь вот у нас есть еще Брок, которого тоже можно будет быстренько добить. Так, сейчас мы его попробуем, ребята, одолеть. Ого. Нет, Пока, е-мое, главное нам не проиграть. Главное не погибнуть. Если я сейчас погибну, это будет очень-очень печальненько. Нам нужно срочно восстанавливать наши силы. Так, отлично. Силы мы с вами практически восстановили. Тут вот у нас есть еще один энергетический коктейльчик, который мы с вами просто обязаны собрать. И вот у нас тут есть еще один энергетический коктейльчик. Давайте мы с вами этот энергетический коктейльчик уже подбросим моему союзничку. Так, одного мы с вами еще завалим. Давай быстрее бьем. Отлично, завалили еще одного. И что, победили? Да, ребята, очередная каточка у Бравл Старси. Нами с вами выиграна и два раза кряду взяли первое место. Ну, а кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. С вами же был, как всегда, ЛПЛЭЙ. Всем удачи и всем пока!